Долгое время я не могла взять себя в руки после смерти моего мужа Николая. Все напоминало мне о нем. Я скучала по нему, чувствовала себя одинокой и отчаявшейся. Ничто не делало меня счастливой. Я была несчастна и была уверена, что никто не страдает так, как я. «Мама, ты не можешь больше так жить», — упрекала меня дочь Илона. «Папа умер уже два года назад, а ты все еще сидишь на кладбище. Там всегда есть чем заняться», — пыталась я оправдаться. «А сейчас, осенью, там полно листьев и желудей. Кто-то должен их убирать». Этот аргумент показался мне сокрушительным, но мою дочь было не так легко успокоить. Она считала, что моя тяжелая утрата длится слишком долго и вредит моему здоровью. Особенно психическому. Меня не впечатлили ее опасения. «Тебе не нужно так часто туда ходить. Это вредно для здоровья», — возмущенно сказала она. «Ты должна встречаться с людьми, найти себе занятия, навещать друзей, просто наслаждаться жизнью», — мягко подбадривала она. «Мне хотелось ее успокоить, и я пообещала исправиться. Хорошо, хорошо», — притворилась я, что согласна с ней. «Как только закончится осень, я что-нибудь придумаю. Может, к тете Гале поеду», — добавила я не очень убедительным тоном. Подобные разговоры повторялись время от времени. Илона пыталась сделать мою жизнь более сносной, пыталась изменить меня силой, но память о муже была еще жива. «Мы прожили жизнь без предательств и лжи, и когда Коля ушел, я думала, что мое сердце разорвется. Я жила одна, дом был пустой и мрачный. У дочери была своя жизнь, и я не хотела беспокоить ее своими проблемами. Иногда одиночество казалось невыносимым, и именно тогда мне больше всего хотелось сходить на могилу мужа». Во вторую годовщину его смерти, несмотря на прохладную осеннюю погоду, я отправилась на кладбище. Ветер усиливался, желуди падали с соседнего дуба прямо на меня и на могилу, а я, не обращая внимания ни на что, снова сидела на деревянной скамейке и вспоминала самые счастливые дни своей жизни. «Краем глаза я заметила пожилого мужчину, который собирал увядшие цветы и венки со свежей могилы неподалеку. Наверное, вдовец», — подумала я, и мне стало его жаль. «Он выглядел очень усталым, и я решила предложить ему помощь. В такой мрачный, грустный день всегда хорошо иметь компанию. Я встала со скамейки и уже собиралась заговорить с ним, когда сухая ветка дуба, подхваченная сильным порывом ветра, сломалась и с треском упала прямо на меня. Удар был не очень сильным, но я потеряла равновесие и упала. Незнакомец сбросился мне на помощь. «Вы в порядке?» — заботливо спросил он, помогая мне подняться. «Нет, не думаю. Я была в шоке и не чувствовала боли. Мне очень повезло. Это выглядело ужасно. Удивительно, что вы в порядке». Он подвел меня к скамейке. Я села, чтобы прийти в себя. Незнакомец внимательно смотрел на меня, как будто хотел убедиться, что я действительно себя хорошо чувствую. Наконец он решил представиться. «Анатолий. Я, как бы это сказать, новый сосед. Я недавно похоронил здесь свою жену. Варвара, я очень сожалею о вашей утрате», — выразила я ему свои искренние соболезнования. «Я знаю, каково это. Она долго и тяжело болела и прошла через ад на земле. Для нее было это утешением», — грустно сказал он, указывая на могилу. «И я не стала ничего спрашивать. Не хотелось царапать свежие раны. Мы немного посидели на скамейке и поговорили. У меня сложилось впечатление, что Анатолий примирился со смертью своей жены. Он улыбался, когда говорил о ней, хотя прошло всего несколько недель после ее смерти. Он совсем не скучает по ней», — подумала я. «Может быть, он ее не любил?» «Я не могла этого понять, потому что мой мир после смерти Коли лежал в руинах, стал мрачной и пустой. В конце концов, стемнело. Мой новый знакомый настоял на том, чтобы отвезти меня домой на своей машине. Вы не можете вернуться самостоятельно на трамвае после такого падения», — любезно предложил он. «И я не стала сопротивляться. Я была благодарна за такую заботу». Следующие несколько дней я провела дома. Осенняя погода не позволяла выходить на улицу. Наконец ветер утих, дождь прекратился. Перед первыми днями зимы я собиралась тщательно очистить могилу мужа последний раз в этом году. Я взяла с собой специальные веники, мешки, но они оказались бесполезны. Кто-то меня опередил. «Интересно, кто?» Я присела на скамейку, как всегда, и задумалась. Чья же рука мне помогла? Из задумчивости меня вывел знакомый голос Анатолия. «Рад вас видеть», — сказал он, кивнув головой. «Я просто хотела узнать, кто здесь убрался». «Это был я», — признался он. «Я подумал, что вам будет трудно физически собирать листья после такого падения. Давно уже никто не помогал мне так бескорыстно и не заботился обо мне. Я была благодарна и чувствовала симпатию к этому отзывчивому человеку. И вдруг мне захотелось узнать о нем больше. Я предложила выпить вместе чаю, а в такую осеннюю пору никто от этого не отказывается. Мы удобно расположились в креслах кафе и, потягивая горячую заварку, проговорили обо всем до позднего вечера. Оказалось, что у Анатолия не было никого близкого, кроме жены. Когда она заболела, он сделал все возможное, чтобы помочь ей, но болезнь была неумолима. Я выслушала его рассказ, полный сочувствия. Он удивил меня жизнерадостностью, которой мне не хватало. Как ему это удается? Что он может смеяться? Я набралась наглости и спросила его. Я верю, что моя Маруся больше не страдает, серьезно ответил он, и что она все время со мной, хотя я ее не вижу. Эти несколько слов подействовали на меня, как удар грома. В тот день я пришла домой намного позже, чем обычно. Как только я сняла пальто и туфли, зазвонил телефон. Где ты была, мама? Илона была взволнована. Я звонила несколько часов подряд. Ты опять не взяла мобильный телефон с собой. Я волновалась за тебя. Со мной все в порядке. Я была на кладбище, спокойно ответила я. В такое время, уже поздно и темно, в ее голосе звучал испуг. Это потому, что я еще ходила пить чай с Анатолием, поспешила объяснить я. Каким Анатолием? Удивилась дочь. Ну, тот, который помог мне на кладбище, когда на меня упала ветка. Пояснила я и тут же пожалела об этом. Я не стала рассказывать дочери об этом происшествии, чтобы не волновать ее. Некоторые вещи лучше держать при себе. Мама, а что я еще не знаю? Спросила она очень серьезным и угрожающим тоном. Я многому у него научилась. Мне потребовалось много времени, чтобы объяснить ей, что все в порядке, что у меня все отлично и что новый знакомый не мошенник и не аферист, а обычный вдовец и одинокий человек. Она должна быть рада, что я встретила хорошего человека. В конце концов, сказала она мне, что нужно встречаться с людьми, наслаждаться жизнью. Мне хотелось поскорее закончить разговор, потому что я была не совсем честна с дочерью. Анатолий не показался мне таким уж обычным. Он произвел на меня огромное впечатление, и я восхищалась им. После смерти жены он потерял все, что любил. У него не было семьи, и все же он смог найти радость. У меня есть дочь и внуки, которые помнят и любят меня, а я предпочла зациклиться на прошлом и погрузиться в своих страданиях. Благодаря Анатолию я поняла, что Коля все время со мной, в моей памяти, в моих воспоминаниях, в моих мыслях. Когда я осознала это, мир вдруг стал лучше, а мои мысли веселее. Я снова могу радоваться обычным вещам. Я смирилась со своей судьбой. Я полюбила Анатолия. После смерти мужа я ни с кем так не разговаривала искренне и тепло. Никто не делился со мной такими личными мыслями. Мы иногда устраиваем прогулки в любимом парке его жены. Он действительно потрясающий. А золотые и бордовые цвета листвы придают ему сказочную таинственность. Мы бродим в тишине. Каждый занят своими мыслями. Я подумала, не будет ли Коля возражать против моей дружбы с Анатолием. Однако пришла к выводу, что нет. Мой муж всегда оценил и уважал таких людей, как он, бескорыстных, искренних, подающих надежды. И он наверняка был бы доволен, что у меня появился человек, который развеял мое одиночество и научил меня прогонять печаль.